Положили лицами в пол посетителей. На днях в Санкт-Петербурге полиция не позволила провести концерт андеграудного исполнителя и видеоблогера Геннадия Чернецова, известного как Пророк Санбой, в одном из клубов. А в самом клубе устроили обыск. Визит в ночной клуб правоохранителя объяснили необходимостью повлиять на толпу людей возле заведения, мешавших проезду транспорта. Самому музыканту инкриминируют статью об организации массового перебывания граждан в общественном месте, что привело к нарушению порядка. Музыканта увели на беседу, позже он заплатил штраф. Причиной этого задержания стал телефонный пранк. Позвонив неизвестный сообщил, что у клуба слышны лозунги в поддержку Украины и против Путина. Пророк Санбой оправдывается, политикой не интересуется. И это далеко не первый инцидент из череды обыска в российских заведениях. Так, по доносу Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета, закрыли клуб «Элтон» в Новосибирске. Руководство обвинили в распространении ЛГБТ-пропаганды, признанной в России экстремисткой. Малоизвестные группы, выступающие в ночных клубах, утверждают, что пока открытых гонений против них нет. Однако они не исключают, что также могут стать мишенью для травли. Сейчас в любом случае об этом задумываешься, потому что такие люди, да, действительно бывают. С другой стороны, прецедентов пока не было. И честно, я не знаю, не видел, что у нас были настолько шепетильны темы, чтобы они прям могли какую-то массу, большую массу людей задеть. Пока что нет. В основном были вопросы, почему не на русском языке, а почему не на русском. Ответ на самом деле прост, потому что люди не понимают зачастую именно сами тексты. К новым реалиям пытаются приспособиться и посетители ночных клубов. Кое-кто признается, что старается одеваться и вести себя таким образом, чтобы донос на них никто не написал. Мы, во-первых, всегда знаем, на какие череды мы идем. Во-вторых, у нас, так скажем, определенные группы знакомых, определенные группы, на которые мы ходим. Ну, там как бы все прилично. Можете на нас донести? Мне кажется, нет. Мы ничего прематационного не носим. На таком плане, на котором можно донести. Россию покинули десятки артистов, несогласных с войной в Украине и гонениями на оппозицию. Многим остающимся в стране блокируют выступления из-за недостаточной лояльности к властям. Предметом для критики стал даже певец Старой гвардии Александр Малинин за его недостаточно четкую позицию о войне, развязанной Россией. Однако концерты артиста пока не отменяют. И его аудитория, в отличие от публики ночных клубов, более лояльна к цензуре. А действия власти слепо поощряет, даже если та не права. Как сказал кто-то там из древних, что если твоя страна не права, ты должен все равно за нее быть. А если уж она права, то ты должен быть за нее тысячи крат. И поэтому я считаю, что все вернется на круги своя. Россия, она непобедимая, она всегда права. Я бы хотела, чтобы мои дети не видели ничего грязного, отвратительного, мерзкого. И чтобы они все-таки росли на каких-то идеалах. А эти идеалы должны создавать и контролировать мы. Я считаю, что слово «нет» должно существовать. И это правильно, обязательно. И только свобода будет проявляться тогда, когда есть ограничения. Один из самых громких скандалов последних месяцев – так называемая голая вечеринка Насти Ивлеевой. Откровенные наряды звезд на какое-то время затмили политические и экономические новости страны. Клуб, где проходила вечеринка, на время закрыли. А звезды стали массово приносить свои извинения. После чего многие из них отправились подкрепить свою лояльность на оккупированные территории Украины. Либо же, как Ивлеева, активно хвалят политику Владимира Путина в соцсетях.